Интересно, это накосное украшение. Оно как девичье и женское. То есть, вот оно, девичье накосное украшение. Это считался их оберегом, так как защищал от злых духов. Каждая деталь имеет свое предназначение. Чтобы воссоздать женский и девичий праздничный костюм кумандинцев, Юлии Денятиной потребовалось полтора года работы. Но это того стоило. На днях девушка вернулась из Дербента. Это город в республике Дагестан. Там она приняла участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров». Его организатором выступила Академия Министерства просвещения России. На этот конкурс поступило более 500 заявок от студентов колледжей и вузов из 40 регионов нашей страны. И лишь 180 были отобраны экспертами для участия в очном этапе. В Алтайском крае живет коренной малочисленный народ – кумандинцы. Многие не знают о культуре этого народа. И поэтому наша лаборатория занимается исследованием культуры, материальной культуры, духовной культуры коренного народа Алтайского края. И на этот фестиваль мы приняли решение, что будем участвовать с кумандинскими костюмами, изготовленными по образцам музейных экспонатов, научных исследований. На первом испытании Юлия презентовала костюм, подробно рассказав о нем. После состоялась демонстрация наряда. Бийчанка показала обряд заплетания кос невесте, когда с нее снимали девичьи обереги и одевали халат и подвески замужней женщины. В этот же день состоялся еще один этап конкурса – выставка-ярмарка творческих работ. Девушка представила учебный фильм по кумандинскому вязанию деревянной иглой. Во-первых, мне это очень интересно. Во-вторых, после окончания университета мне предстоит обучать школьников предмету технологии, где я должна показывать не только современные технологии, но и традиционные. И так как этот народ живет рядом с нами, я должна показать традиции их и культуру. Ну и мой жених наполовину кумандинец, и поэтому мне стало это очень интересно. Эксперты были удивлены тем, насколько достоверно выполнена каждая деталь костюма Юлии. В результате работа бичанки была оценена на высшем уровне. Она заняла первое место в номинации «Национальные костюмы». Я очень рада, что эксперты оценили мою работу высоко и отметили меня дипломом первой степени. И это значит, что я иду по правильному пути, выбрала правильную специальность, вуз, и не собираюсь останавливаться на достигнутом. Организаторы конкурса создали условия не только для проведения мероприятия, но и для отдыха и экскурсий. Поэтому бичанка полна эмоций от этой поездки. Она впервые увидела море. Ну и, конечно, получила бесценный опыт, который ей пригодится в дальнейшей работе. Алена Кисеева, Андрей Сегаев, Будни. Продолжение следует...